А мы вновь в студии, дорогие телезрители, но я уже здесь не один. У меня сегодня в гостях Камила Кумукова и Анжелика Магомедова, участницы Олимпиады. Не спешите с выводами, какой Олимпиады они вам расскажут. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Камила, расскажите, пожалуйста, в какой Олимпиаде вы принимали участие? Мы участвовали в Олимпиаде по избирательному праву. Софиум. Это Всероссийская Олимпиада, организуемая Центральной избирательной комиссией для молодежи, то есть для 10-ти классников и 11-ти классников. Давайте более подробно расскажем, какие там были вопросы, в какой направленности и чему обучались участники. Там проходило в два этапа. Первый этап был региональный, он тоже делился на два тура. В первом туре мы писали эссе и решали ситуационные задачи. Второй этап проходил в форме тестирования на сайте Арцей. Ну и мы вышли на Всероссийский, который проходил в Москве. И там тоже проходил в форме интеллектуальной игры. Мы там решали ситуационные задачи. И как вам в целом участие в Олимпиаде? Ну, разумеется, было очень интересно. Само избирательное право довольно интересная отрасль на самом деле. Это может сказаться иначе, но когда ты начинаешь им более углубленно заниматься, ты вливаешься, скажем так. Скажите, пожалуйста, многие, мне кажется, как и я, многие наши телезрители не понимают, чем может заинтересовать избирательное право и насколько это глубокая тема. Как вам кажется, вот лично вас что привлекло? Скоро и я, и Камила будем совершеннолетними и у нас появится активное избирательное право. Мы сможем избирать и чем больше мы знаем об избирательном праве, вообще чем больше все люди знают об избирательном праве, тем больше мы, наверное, ответственно к этому подходим. Вот, более объективно можем выбирать кандидатов. Вот скажите, Камила, возможно, есть какие-то аспекты, в которых вы раньше не разбирались от слова совсем, а сегодня имеете хорошее представление касательно избирательного права? С избирательным правом. Я уже была немного ознакомлена, ну, на уроках общества знаний, естественно, но более так углубленно я начала изучать избирательное право, когда я решила готовиться к Олимпиаде. Расскажите, пожалуйста, мы уже знаем, что Олимпиада проходила, ну, последний тур в Москве. Как вам столица нашей страны? Ну, Москва очень быстрый город, очень большой на самом деле. Камила подтвердит, я очень долгое время возмущалась по поводу того, что там очень много велосипедов и самократов, потому что, ну, их действительно очень много, они постоянно куда-то стремятся, и люди тоже постоянно куда-то стремятся. С Черкесском это, конечно, не сравнится, и, ну, Черкесск для меня более уютный город. А так, там очень красиво, архитектура в центре, где мы часто гуляли, где мы жили, тоже очень такая массивная, восхитительная, в общем-то. Я так понимаю, вы впервые обе были в столице? Да. Какие у тебя остались впечатления? На Олимпиаде я познакомилась с ребятами из Татарстана, из Псковской области. Мы хорошо подружились, и вот эти несколько дней мы поддерживали связь. Ну, конечно, после того, как я сюда обратно приехал, мы потеряли связь. Ну, вы у нас, получается, ну, одни из лучших знатоков среди ваших сверстников из нашей республики. Скажите, пожалуйста, вот конкуренцию вам составляли тоже хорошо подготовленные ребята? Да. Потому что там не будут допускаться те, у кого не будет знаний по избирательному праву. А вот как туда отбираются? По какой системе? Баловая система? Да, по баловой. Мы просто как-то перешли с региональных этапов сразу в Москву? Нет, на самом деле было три этапа. Сначала был муниципальный, на котором очень много людей отсеялось, на самом деле. Потом уже региональный. Из каждого региона по три человека было. Вот взяли меня, Камилу и еще одну девочку из 11 класса. И вот мы отправились уже в Москву. И там уже не было никакого тестирования. Однако там были ситуационные задачи. Проходило примерно как умники и умницы. Если зрители смотрели, то они поймут. Мы стояли на дорожках, брали задачи, нам их зачитывали, и мы их решали. И вот так проверяли наши знания по избирательному праву, скажем так. Насколько сильно повышалась сложность поэтапно? Достаточно сильно, но дело в том, что мы активно занимались, и для нас это не было так уж сложно. То есть вопроса, который застал вас врасплох, в целом не было? Да. А были ли какие-то моменты, когда ответ находился на поверхности, но из-за того, что вы перенервничали, вы как-то не смогли ответить? Ну, там за каждую ошибку сразу вылет был, поэтому, как видите, мы не ошиблись. Однако, например, у меня первая задача была не то чтобы сложной, но там можно было запутаться. Ответ был очень легкий, но я настолько заволновалась, что не смогла сразу ответить. Однако ответила. Вот, говоря о сложных вопросах, есть ли какие-то аспекты в избирательном праве, которые в целом должны знать все, но почему-то большинство не знает? Ну, на самом деле довольно много, потому что мы проходим избирательное право на общество знаний. К тому же, допустим, у гуманитарных классов есть профильный предмет по праву, и мы дополнительно занимаемся на этих уроках тоже. Допустим, недели две назад как раз у нас по программе было избирательное право. Поэтому, я думаю, мои сверстники и Камильные осведомлены об этом. А вот среди старшего поколения? Старшего на сколько? Ну, давайте возьмем, условно говоря, поколение ваших родителей. Знают ли они настолько хорошо избирательное право, как и вы? На самом деле в избирательном праве не так уж сложно. То, что обычному человеку нужно, там и немного. Нужно знать, как, допустим, нельзя брать больше одного бюллетеня, как заполнять заявление, это довольно просто, если нужно куда-то отлучиться. Допустим, ну, если вы будете голосовать в другом месте, нужно оформить заявление. И вот, как его заполнять, это несложно. Допустим, что нельзя заходить к другому человеку в кабинку для голосования. То есть нельзя советовать? Советоваться, конечно, можно, но если человек будет заходить в кабинку, сразу в твоем нельзя, потому что это нарушение тайны голосования. Также нельзя, скажем... Вот и мне стало интересно. Сейчас социальные сети очень популярны. Stories тоже нельзя снимать так, как ты за кого-то голосуешь. Это может счесть за агитацию, однако вряд ли вам за это какое-то наказание произойдет. Потому что вы не являетесь... Нет, вы являетесь публичным лицом. Нет, но если в день голосования, то нельзя агитировать. Ну, в день голосования нельзя агитировать, а после этого, если выложить, вполне можно. Вот у нас уже интересный разговор тут получается. То есть желательно все-таки оставить в тайне... Да. Ну, в данном случае это не просто тайна будет. Вы можете разглашать, за кого вы проголосовали, но дело в том, что если вы будете именно в день голосования это делать, так нельзя, потому что это может проагитировать других людей, ну, вот, голосовать за того же кандидата, допустим, если вы имеете сильное влияние на этих людей. А так делать нельзя. Но в любое время после или до голосования вы можете это делать. Вот насчет прав избирателей мы поговорили, мне кажется, достаточно хорошо. Давайте немного времени уделим и правилам избираемых партии, представителей этих партий. С самого начала Анжелика сказала, что вдруг она захочет стать депутатом, но теперь она в этом вопросе намного подготовленнее, чем, возможно, ее будущие соперники и оппоненты. Чему именно ты научилась? Что ты теперь точно знаешь, что поможет тебе без нарушения провести агитационную... Как это называется? Агитационную кампанию? Предвыборную кампанию. Предвыборную кампанию. Допустим, я знаю сроки, в которые нужно все сдавать, но об этом комиссия, организующая выборы, уведомляет кандидатов, поэтому там не ошибешься, если сильно не хочешь этого сделать. Ну, я могу узнать правила создания избирательного фонда, допустим. Могу знать, как агитировать можно, по каким правилам, допустим, где развешивать свои плакаты с агитацией, где их изготавливать, как изготавливать. Ну, об этом, на самом деле, организующая комиссия уведомляет, но некоторые люди этим могут пренебрегать, а я вот настолько хорошо в этом разбираюсь, что не ошиблась точно. Отлично. Камила, у меня вопрос к вам. Камила, скажите, пожалуйста, чем вы еще увлекаетесь помимо избирательного права? Потому что здесь все-таки прям такая серьезная юридическая сторона, но почему-то мне кажется, что у вас живет и творческая личность. Я увлекаюсь музыкой, с самого детства хожу в музыкальную школу. Вот давайте сразу совместим полезное с приятным. Можно ли во время агитационной кампании, предвыборной кампании, извиняюсь, меня уже поправляли насчет этого, можно ли во время предвыборной кампании петь о себе? Конечно, да, конечно, можно, потому что просто можно. Просто можно, это не воспрещается законом, поэтому и можно. А что запрещается? Ну, распространение агитационных материалов, допустим, изготовленных несоответствующим образом, на которых есть изображения несовершеннолетних, высказывания лиц, которые были избраны, допустим, глава нашей республики не может использовать, вернее, никто не может использовать выражение нашего главы в своей предвыборной агитации. Если он скажет, какой это хороший человек, это нельзя использовать в своей агитации. То есть нельзя пользоваться авторитетом других, вышепоставленных или популярных, хотя нет, насколько я знаю, популярных можно. Но выборных лиц нельзя. Отлично. Есть ли еще какой-то запрет? Или дальше уже дается разрешение в рамках, я так понимаю, разумного агитировать людей, чтобы они голосовали за тебя? Ну, разрешение, да, но, допустим, нельзя вывешивать плакаты рядом с избирательной комиссией в радиусе 50 метров, рядом с избирательными участками тоже нельзя. В день голосования, разумеется, нельзя агитировать, и в день предшествующего дня голосования, если это однодневное голосование. Там правил много, но они не такие уж сложные. Просто нужно чуть-чуть почитать, и сразу понимаешь. Я так понимаю, все это делается для того, чтобы человек осознанно подошел к своему выбору, независимо, чтобы никто на него не давил, и он сделал свой осознанный выбор. Именно так. Отлично. А вот теперь вопрос к вам, Анжелика, и вы поделитесь, чем вы, помимо, я так понимаю, вы очень хорошо знаете избирательное право, как и Камила, но, возможно, у вас тоже есть творческая натура где-то там, за книжкой избирательного права. Ну, я увлекаюсь рисованием, я не самый лучший художник, но мне нравится этим заниматься, я люблю музыку, я не то чтобы сильно хорошо, опять же, но пою, людям вроде понравится, и я пишу тексты литературные, ну, художественные. Я их не распространяю, но пишу для себя. Итак, мы здесь выяснили, что избирательное право вы обе знаете очень хорошо, плюс вы творческие вот такие личности, одна в большей степени в музыке, другая, получается, в изобразительном искусстве. Скажите, пожалуйста, видите ли вы себя в будущем, возможно, в политике? Возможно, вы придете, кстати, насколько я знаю, можно и на телеканалах участвовать, да, в дебатах. Вот, возможно, в ближайшем будущем вам уже совсем скоро будет по 18 лет, вот, вы придете, и мы уже будем совершенно в другой атмосфере вести беседу. Скажите, пожалуйста, видите ли вы себя в будущем в политике? С 18 лет уже можно будет стать депутатом в муниципалитете, то есть в Черкесске, но пока что я не планирую. Это была бы интересная практика, но не уверена, что я смогу. Итак, мне кажется, сегодня мы, конечно же, поверхностно прошлись по теме избирательного права, поговорили о том, что, точнее выяснили то, что даже имея иные творческие увлечения, можно все-таки изучать тема избирательного права. Вообще, в принципе, это направление легкое для понимания. Хочу теперь попросить вас обратиться к нашим телезрителям, возможно, к своим сверстникам, и сказать им несколько пожеланий вот к сегодняшнему утру. Доброго утра, дорогие зрители! Желаю вам хорошего дня и приятного времяпровождения. Избирательное право — это крайне обширная, но очень интересная и важная для каждого из нас тема. Поэтому было бы неплохо, если бы каждый из нас, хотя бы немного, но изучил ее. Всем доброе утро! Хорошего вам настроения! Большое спасибо, Анжелика и Камила, что сегодня пришли к нам, уделили свое время. Я знаю, у вас плотный график, но при этом вы решили сегодня поделиться своей историей с нашими телезрителями. Со мной мне было очень интересно. А вам, дорогие телезрители, хочу еще раз напомнить, что у меня сегодня в гостях были юные олимпийцы, участвовавшие в Олимпиаде избирательного права, Камила Кумукова и Анжелика Магомедова. Но вас, дорогие телезрители, также хочется попросить, конечно же, не переключаться, потому что еще очень много интересного я для вас подготовил в нашей следующей рубрике.